а для начала подпишись на канал и поставь лайк по решению суда бритни спирс находится под личной и финансовой опекой последние 13 лет бритни спирс впервые лично потребовала от суда лос-анджелеса вывести ее из-под опеки своего отца который с 2008 года контролировал концертной деятельности финансы певицы она обвинила своих опекунов в тотальном контроле давление использование одурманивающих препаратов спирс также обрушилась критикой на власти калифорнии я травмирована я несчастный не могу спать я в депрессии и зла до безумия я плачу каждый день заявила 39-летняя певица в суде она сказала что ее отец джейми спирс обожает контроль который обрел над дочерью в 2008 году по решению суда это опекунство приносит мне гораздо больше вреда чем пользы я заслуживаю право на собственную жизнь я всю жизнь работала я заслуживаю перерыва в 23 года чтобы просто заниматься тем чем я хочу сказала поп-звезда она заявила что готова засудить своих родителей и попросила у суда разрешение на большое интервью чтобы публично рассказать свою историю я хочу перемен хочу чтобы эти перемены начали происходить я заслуживаю этого и я честно говоря хотела бы подать в суд на свою семью я также хотела бы иметь возможность поделиться с миром своей истории тем что они сделали со мной вместо того чтобы это оставалось тайной которая выгодна им всем на слушание бритни спирс выдвинула еще ряд обвинений в адрес родителей суда который в ноябре прошлого года принял решение не лишать ее отца опекунства за два года многое произошло я не возвращалась в суд потому что не чувствовала что меня услышали сказала она и я не понимаю как штат калифорния может иметь все это в судебных документах с момента моего появления в суде и не делать абсолютно ничего мой отец и все кто вовлечен в это опекунство должны сидеть в тюрьме по словам спирс в рамках соглашения об опекунстве на нее оказывали давление чтобы в 2018 году заставить выступать в лас-вегасе после того как она объявила о творческом отпуске спирс против ее воли начали давать препарат литий утверждает она это сильное лекарство если его принимать больше пяти месяцев может развиться умственная неполноценность я чувствовала себя как будто пьяный не могла ни о чем поговорить ни с мамой не с папой за мной ухаживали шесть разных медсестер заявила певиц в центре города во время слушания прошла акция протеста с призывом выполнить требования бритни спирс спирс рассказала что два года назад ее заставили пройти некое психологическое тестирование после которого отец заявил что тест она провалила и должна отправиться на реабилитацию мне очень жаль бритни но ты должна слушать своих врачей они планируют отправить тебя в небольшой дом в беверли-хиллз чтобы ты прошла небольшую реабилитационную программу которую мы составим для тебя ты будешь платить за это 60 тысяч долларов в месяц передала слова отца певица я проплакала по телефону целый час а он наслаждался каждой минутой утверждает спирс по словам певицы в доме для реабилитации ей приходилось работать 7 дней в неделю по 10 часов личные вещи в том числе банковские карты наличные телефон и паспорт у нее отобрали а вокруг нее постоянно были чужие люди они все жили в доме вместе со мной медсестры круглосуточная охрана был один повар который приходил туда и готовил для меня ежедневно в будние дни они смотрели как я переодеваюсь каждый день голая утром днем и вечером в моей комнате даже не было двери рассказала певица спирс также заявила что хотела бы выйти замуж и родить ребенка но не может даже забеременеть люди которые контролируют ее жизнь заставили певицу поставить внутриматочную спираль я хотела удалить спираль чтобы попытаться завести еще одного ребенка но это так называемая команда не разрешает мне пойти к врачу и сделать это потому что они не хотят чтобы у меня были еще дети сказала она у бритни спирс два сына которым сейчас 15 и 14 лет их отцом является кевин федерлайн бывший муж певицы которому принадлежит большинство прав по уходу за детьми после выступления бритни спирс адвокат ее отца зачитал короткое заявление от имени клиента джеймс спирс сожалеет что его дочь страдает и испытывает боль мистер спирс любит свою дочь и очень скучает что такое опекунство в 2008 году суд наделил отца бритни спирс полномочиями и опекуна после череды публичных скандальных инцидентов связанных с психическим здоровьем певицы с точки зрения права случай бритни спирс довольно необычный последние 13 лет опекуны певицы распоряжаются ее имуществом карьеры и финансами а также контролируют ее личную жизнь в частности опекун может ограничить круг людей с которыми она общается а также обсуждать ее состояние и курс лечения с лечащими врачами в случае со спирс соглашение об опекунстве было разделено на две части личное опекунство и доверительное управление состоянием певицы которая в марте оценивалась примерно в 60 миллионах долларов изначально джейми спирс выполнял функции частного и бизнеса опекуна бритни но в 2019 году он отказался от личного опекунства заявив о проблемах со здоровьем в том же году суд добавил к числу опекунов певицы фонд бсма траст а место ее личного опекуна заняла персональный менеджер певицы джоди монтгомери спирс находилась под опекой своего отца с 2008 года в августе прошлого года бритни начала борьбу за отстранение своего отца от опекунства однако в ноябре лос-анджелеский суд встал на сторону джейми спирса тогда в суде отец певицы заявил в частности что за время его опеки она из должницы стала обладательницей состояния в 60 миллионах долларов суд с этим доводом согласился при этом юристы уточнили что спирс с отцом к концу прошлого года уже много месяцев как не общались и фактически не работали вместе интерес к слушанию в лос-анджелесе подогревала движение решетка free бритни решетка освободите бритни сторонники которого считают что певица по сути находится в неволе у своего отца участники движения решетка free бритни считают что певица по сути находится в плену у своего отца это движение возникло в 2019 году после того как спирс отменила свои шоу в лас-вегасе объявила что уходит в творческий отпуск после этого замолкнул ее инстаграм в числе сторонников компании есть и знаменитости такие как певицы шер и майли сайрос а также актриса ариэлю интер которая в несовершеннолетнем возрасте добилась передачи опеки над собой от матери третьим лицам отец бритни спирс называл движение посмешищем а его адептов конспирологами настаивая что он ежегодно отчитывается о каждом заработанном певицей центе но в сентябре адвокат бритни спирс ответил на это словами поддержки в адрес решетка free бритни опека над бритни привлекла беспрецедентный интерес со стороны прессы и соцсетей это совсем не шутка и не теория заговора это правомерные даже ожидаемый результат того насколько агрессивно джеймс использовал процедуры сокрытия детали судебных слушаний от общественности затем в апреле 2019 года подкаст посвященный разбору постов певицы бритни из грэм получил анонимный звонок в котором говорилось что отец бритни якобы отменил все ее выступления в лас-вегасе узнав что она перестала принимать назначенные ей таблетки и поместил ее в клинику сразу после этого подкаста по соцсетям загулял хэштег и оформилась движение решетка free бритни накануне нынешнего слушания газета new york times опубликовала судебные материалы из которых следовало что бевица уже несколько лет пытается с помощью адвокатов выйти из под отцовской опеки большое спасибо за просмотр ставь лайк и подписывайся на канал